здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на канале дачные советы сегодня у нас 16 февраля и я хочу показать вам вот такие клипсы которые защищают предотвращают заломы кистей на томатах почему сейчас в общем то когда еще мы только приступаем к посевам я решила показать вам вот эти вот держатели называются они правильно держатели кистей сейчас я вам покажу как они выглядят потому что у меня поступили вопросы какие мои заказчики интернет с интернет-магазина спрашивают меня света есть ли у вас в магазине держатели кистей но держатели кистей бывают разные я показываю вам сейчас те которые которыми торгуем мы и они действительно очень эффективны в упаковочке 25 под этих держателей вот так вот они выглядят они пластмассовые многоразовые то есть они не испортятся не сломаются у вас за один год и они очень удобные они действительно эффективны но так как у меня еще рассады томатов нет я покажу вот на комнатном растении да как же у нас происходит залом вот не знаю как будет это все выглядеть на камере видно ли будет залом и как правило когда у нас кисть завязывается если крупные плоды томатов либо очень много томатов на кисти залом он у нас появляется от стволика когда идет кисть вот прямо в самом начале стволика буквально это один где-то полтора сантиметра от ствола вот когда образовалась у нас кисть нужно эти крепления своевременно надевать на эту кисть не знаю вот это вот уже наверно толстая веточка сейчас посмотрим как мы надеваем вот этот держатель здесь с одной стороны прорезь в которую мы можем поместить вот эту кисть цветоножку вот эту а с другой стороны в общем то тут все скреплено вот понятно что вот эта вот часть должна быть наверху то есть мы ну да вот этот уже не не надеть стволик он уже на этот стволик уже не надеть он уже толстоват а вот когда тоненький стволик ну это вот видите можно сделать но вообще нужно это делать раньше и вот так вот мы надели чтобы вот эта вот часть была наверху то есть она держит кисть нашу и и какими бы не были томаты у нас крупноплодными какими бы они не были тяжелыми либо если кисть большая это вот у черри да когда там по 40 по 50 томатов может тоже кисть заломиться вот это вот фиксатор он не дает заломиться кисти и ну наверное многие замечали что где-то один сантиметр полтора сантиметра от ствола в этом месте может заломиться кисть а дальше она уже у нас не заломится то есть если мы защитили вот как раз это где-то два сантиметра длина вот этого крепежа держателя все он зафиксировал вот здесь вот кисточку и дальше у нас уже не будет вот этих заломов у меня как правило не бывает заломов на томатах заломов кистей но в этом году вот в сезоне девятнадцатого года на томате русский богатырь у меня появились заломы но так как у меня раньше не было этого и томат русский богатырь я не первый год выращиваю то вот эти клипсы они у меня есть в саду я их купила как только они появились в продаже но я ими не пользовалась и в тот момент когда начали появляться заломы когда томаты были очень крупные и они ну как бы не выдерживала кисть уже я не смогла надеть вот эти клипсы потому что было уже поздно то есть нужно помнить что вот эти клипсы вот эти держатели как они правильно да держатель кисти мы должны надеть на кисть в тот момент когда еще она ну можно сказать только но не только сформировалась но когда она свободно заходит вот в этот держатель то есть вот вот это вот уже толстая кисть если вот мы рассматриваем это как кисть томатную да конечно я надела но уже с трудом и потом осенью мы можем легко эти клипсы эти держатели снять снять промыть прямо вот полностью высыпать в какую-то емкость залить любым моющим средством сутки можно подержать и после этого прополоскать простой проточной воде вот такие вот клипсы очень удобные легкие не одноразовые и я вот в этом сезоне в сезоне двадцатого года я уже на все крупноплодные томаты надену буду надевать на кисти сразу как только вот эти крепежи сразу как только у меня будет ну примерно чуть потоньше вот вот как вот в этом месте вот как только у меня цветоножка будет вот такого вот такой вот толщины я буду надевать вот эти клипсы потому что говорю когда они становятся более толстыми эти цветоножки их уже сложно будет они не такие гибкие можно будет сломать кисть и либо поцарапать потому что вот этот пластик он все равно здесь острый достаточно и мы можем просто повредить вот эту цветоножку то есть надевать их нужно своевременно и летом обязательно покажу это вот ну а так вот если кого заинтересовали такие держатели кистей они есть у меня в интернет-магазине заходите смотрите если нужно 25 штук в упаковке можете заказывать я на этом ролик заканчиваю пишите комментарии задавайте вопросы всем до новых встреч пока пока